Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie for You! Меня зовут Наташа. Сегодня у нас обзорное видео на корейскую косметику. И вот такую огромную, огромную коробку корейской косметики я вам буду показывать сегодня и рассказывать про нее собственные впечатления после использования на себе. Если вам такая тема интересна, если вы такой же поклонник корейской косметики, как и я, то, конечно же, продолжайте смотреть. Я вам напоминаю, что подписаться на канал можно, нажав кнопочку внизу. Также внизу есть колокольчик, нажав на который вы первым будете получать уведомления о выходе моих новых видео и ничего никогда не пропустите. Ну и также не забывайте, что ваши лайки и ваши комментарии очень сильно помогают в продвижении и развитии моего канала. Я сразу начну с того, что всю косметику, что сегодня я показываю, я получила на обзор от сайта StyleKarin. Большое им спасибо. Море впечатлений, море эмоций, что-то мне понравилось, что-то мне не понравилось. Я, наверное, по традиции буду начинать с того, что меня не сильно впечатлило. Я могу сказать, что уже много раз пытаюсь подружиться с маркой Benton, покупая ее сама или получая ее на обзор. Но она как-то у меня оставляет абсолютно такие ровные впечатления. Нет негатива, но нет вау восторга, как от некоторых других средств, которые я буду показывать сегодня. Первым делом я показываю такой крем, который содержит муцин улитки и пчелиный яд. Я вообще-то люблю средства с муцином улитки. Муцин улитки это то, что замечательно вообще на меня действует. Но в данном случае я поняла, что крем плотноватый для лета. То есть я его постараюсь, например, вернуться к нему, к его использованию в осенне-зимний период и посмотреть, как он будет для меня. Он для меня оказался тяжелым. Вообще, конечно же, он естественно, как все корейские кремы, и увлажнению способствует, и борется с мелкими морщинками на лице. А также борется со шрамами и несовершенствами тона. Но здесь у меня таких открытых явных шрамов нет. Долго я им не пользовалась, потому что, еще раз повторюсь, неполное впечатление за счет его тяжести. Мне кажется, что если, например, у вас очень такая сухая кожа, и вам нужно вот такое плотное-плотное покрытие и увлажнение, то может быть да. Мне с моей склонной к жирности кожи может даже показаться, что такой крем, а вдруг он забьет мне поры. Вот такая высококонцентрированная эссенция, тоже с муцином улитки и с алоэ. Здесь вместо воды, вот в этой эссенции, содержится сок алоэ. И, конечно же, алоэ это великолепная вообще вещь, которая помогает увлажнению. И эта эссенция также рекомендована для глубокого увлажнения и для разглаживания мелких морщинок. А также муцин улитки разглаживает рельеф кожи и даже вроде, как говорят, защищает от вредоносных ультрафиолетовых лучей. Это проверить на себе не удалось. Но здесь опять эссенция, которая достаточно ровные впечатления у меня оставила. Как бы здесь на уровне чего? Ну, во-первых, да, я хочу сразу оговориться, если есть такие комментарии иногда случаются. Вот ты говоришь на уровне понравилось тебе или не понравилось и так далее. Я не дерматолог, я не косметолог, я не специалист, который разберет вам составы. Ни в коем случае я могу объявить о составах, которые официально заявлены производителем на сайте. Но я никогда не буду смотреть, ах, вот этот вот первым идет, вот это вторым. Я не химик, чтобы разбирать этот состав и смотреть, в какой концентрации, хотя даже формула здесь нигде никогда на банках не бывает указана. Поэтому немножко другое у меня предназначение. Опять-таки я вижу себя в роли вашей подруги, которая купила какое-то средство и говорит о том, понравилось оно ей или нет. И вы, исходя из типа кожи своей подруги, делаете выводы. А подруга говорит, почему ей понравилось, да, собственно говоря. Она хорошо увлажнила, она хорошо ухаживала или она наоборот вызвала закупор-купор и все, что угодно плохое случилось. Единственное, что у вашей подруги, но если она только не бьюти-блогер, никогда не будет в обиходе такое количество косметики, которое вот мне прислал на обзор сайт Style Karin. Большое им за это спасибо. Поэтому попробовав гораздо большее количество средств и пробую я их в течение долгого уже периода времени, то есть это не одним днем происходит, на каждую линейку я как минимум уделяю одну, а то и полторы-две недели. Поэтому я могу вам с уверенностью сказать, что подходит для моего типа кожи, что нет. Хотя я вообще, честно говоря, чувствую всегда это с самого первого применения и практически никогда не ошибаюсь. Просто с годами ты начинаешь чувствовать свою кожу настолько хорошо, что ты понимаешь, что тебе подходит, а что тебе нет. Вот уже с первого использования. Еще одно средство от Benton и тоже здесь опять достаточно ровно меня оставила. Это уже ферментированная эссенция. Та более густая, то есть похожа действительно на такой гель, густой гель. А эта эссенция, она уже более жидкая, как водичка. И могу сказать, что такая эссенция у меня уже была. У меня было большое желание ее купить. И, собственно говоря, я ее себе сама покупала, заказывала с сайта iHerb. Она, да, такая хорошенькая, увлажняющая тоже опять-таки. Но здесь это все... Я не буду ругать Benton. Есть люди, которым он подходит. Есть много людей, которые его хвалят. Я отдельно хочу похвалить за упаковки. Это великолепно. Это корейский, так скажем, такой минимализм, что ли, для меня. Очень лаконичные, очень строгие, очень красивые. И мне нравится. Именно поэтому меня всегда и манило попробовать бренд Benton и испытать его на себе. Но, собственно говоря, эффекта на мне, вот она сейчас впиталась, сравнив две руки, да, ну чуть-чуть подсветила, разгладила. Но она осталась какой-то липкой. И я не увидела суперзначительного эффекта, прям какого-то суперувлажняющего. Хотя эта эссенция заявлена как антивозрастная и оказывающая омолаживающий эффект. Множество полезных компонентов, которые борются и с морщинками, и с пигментацией, и, собственно говоря, с какими-то возрастными изменениями. Но здесь, друзья, я весьма скептически отношусь, что какие-то кремы сильно-сильно прям могут повлиять на возрастные изменения. На эти вещи влияют уже несколько другие процедуры. Она сама по себе, ну, может быть, кому-то покажется неплохой, но вот я не заметила, чтобы она суперудерживала влагу. Даже вот на этом конкретном примере есть такие средства, которые ты нанёс, и даже уже с одного нанесения ты чувствуешь какую-то напитанность и увлажнённость. И кожа достаточно долго такой вот приятной, мягкой остаётся. Здесь мгновенное впитывание и, собственно говоря, ничего. Хотя многие из средств, например, то, чего у тебя очень много, может быть, стоит вымазывать на руки и на ноги, и на всё остальное, потому что однозначно не успеваю заканчивать всю эту косметику, которая у меня есть в наличии. И из премиум линейки антивозрастной крем для глаз. Он из одной линейки вот с этой вот предыдущей эссенцией, которую я вам показывала, даже по раскраске, собственно говоря, их видно. В состав входит тоже множество дорогостоящих ферментированных компонентов. И они все борются с возрастными изменениями и помогают там активизировать регенерирующие процессы и так далее. Кремы для глаз в моей истории тоже такая, либо любовь сразу случилась, либо очень-очень долго не буду пользоваться. Но вот он ощущается мной, как такой силиконовый праймер. В общем, я не в восторге осталась. Скорее всего, кому-то его подарю, потому что тут объём крутой, 30 граммов. Корейцы никогда не жалеют. А у меня в обзоре ещё как минимум два других крема для глаз, которые мне понравились гораздо больше. Этот, может быть, кому-то нравится. Обязательно жду вас в комментариях в защиту бренда Benton, потому что мне он как-то не зашёл. А следующий бренд я как раз-таки буду вам показывать, который был абсолютно неизвестным для меня. И я не видела его особо нигде в рекомендациях, чтобы он встречался. Но знаю, что этот бренд был прислан многим инстаграм-блогерам, например, на обзоры. И действительно, потом уже позже появились обзоры. Но мне присылали множество средств вот именно этой линейки ЦИКА. И это действительно огромное количество средств из этой линейки. И я могу сказать, что практически, да не практически, а все средства просто великолепные. Они супер-супер классные. Из линейки ЦИКА от VT Cosmetics. В частности, вот этот вот солнцезащитный крем, который я использовала в недавнем своём отпуске, в недавней своей поездке. То, чего мне хотелось бы, я знаю, мне, наверное, хотелось бы эссенцию из этого же эссенцию или эмульсию. Сейчас точно не помню, как она называется на сайте. Но из этой же линейки есть. Потому что крем, он очень плотный. И он такой белёсый немножко оттенок на лице оставляет за счёт того, что содержит физические фильтры. Если вы являетесь поклонником физических фильтров, вот, пожалуйста, вам. Ничего, никакие поры мне там не забивал. Нормальное, не супер большое выбеливание. То есть, оно такое среднестандартное. Но не могу сказать, что это всё-таки какое-то 150% защита от солнца. Лицо всё равно темнеет. И если вы хотите 100% защиту, то надо носить шляпу с полями огромными постоянно. И так далее. То есть, вообще на солнце не показываться. В моём случае это не так. Я люблю даже просто подставить лицо солнечным лучам. И это особые ощущения. Я люблю загорать, в принципе. Я не считаю, что надо вообще чураться загарой. Это какое-то особое настроение, получение витамина D и так далее. Я на юге загораю, но при этом мажусь солнцезащитными средствами. Без такого сильного фанатизма, так скажем. Я ещё застала те времена, когда люди обгорали, сгорали. И даже когда люди в принципе не знали, что такое SPF, ничем не защищались. Не было никаких солнцезащитных кремов в моём детстве. Да, сейчас времена изменились. Это как бы очень в ходу. Это считается гораздо более полезным, чем прямые солнечные лучи. И как бы считается, что нужно скрываться от солнца. Загорать я люблю, но при этом я не люблю те пигментные пятна, которые возникают у меня после загорания на солнце. Регулярно после каждого лета, потом весь сезон я их осветляю, потом снова я их заполучаю. Такова уж природа, видимо, моя, что без пигментных пятен уже никуда. Но надо сказать, что всё-таки не супер темно. То есть я сравниваю, как у меня, например, пигментация проявлялась без SPF достаточно давно. И как она сейчас проявляется, когда я использую SPF, это гораздо всё в более лёгкой форме. Здесь, естественно, цико, это центелла азиатская. Этот крем подойдёт для проблемной кожи, потому что центелла всегда успокаивающая, всегда противовоспалительная. Замечательный компонент, с которым меня, понимаете, сегодня большинство средств, я даже не знаю, что купить и всё. Я даже не знаю, что вам больше рекомендовать, потому что большинство средств центеллы, видимо, корейцы, они тоже поняли, насколько это популярное средство, насколько это хорошее средство, сколько оно прям отзывается людям. И они стали выпускать очень-очень много линеек именно с цикой. И дальше из этой же линейки мне прислали тонер, в котором содержатся PHA кислоты. Мягко отшелушивают. Небольшое содержание кислот я всегда приветствую. Это не какое-то пересушивание кожи, это лёгкое отшелушивание и нормально. И я считаю, что в осенне-зимний, даже весенний период это круто использовать. Тон лица высветляется как раз-таки борьба с пигментацией. И кислоты также помогают бороться с различного рода высыпаниями. И кислоты за счёт отшелушивания также помогают убирать следы пустакны и всего остального. То есть польза в кислотах есть, главное с ними, наверное, не перебарщивать. А здесь ещё содержится экстракт зелёного прополиса, который обладает регенерирующим действием. Ну и сама цика, она тоже заживляющая, центелла азиатская. Почитайте состав на сайте. Все ссылочки, кстати, я оставлю внизу в инфобоксе. Тонер очень-очень приятный. Ещё раз повторюсь, VT Cosmetics я могу вот прям сказать, что линейка цика, я её практически всю попробовала. Она вся очень крутая. Я не буду даже долго останавливаться вот на этом средстве, потому что это крем, который сейчас у меня даже не открыт. И мне вам даже его не показать, как он выглядит, кроме как вот это вот. Потому что я его оставляю для себя чуть-чуть на будущее. Очень много открытых кремов, а я его знаю. Я знаю, что он крутой. Более того, так случилось, что мне прислали, ну так скажем, на обзор одновременно два крема пришло. И вот один из кремов я подарила подруге своей. И потом она мне написала, Наташа, ты просто спасла мою кожу. Насколько крутой этот крем, насколько классный. Вот если вы знаете крем от Apius Madacososid, который я миллион раз хвалила, и, наверное, три или четыре тюбика его извела, то вот это вот что-то похожее для меня. И по форме выпуска, да, прежде всего напоминает. Но и по своему действию вообще крема, где основным компонентом, основным упором является Центелла Азиатская, очень замечательно подходит для моего типа кожи. Я вам, кстати, рассказывая про Benton, совсем забыла показать вот этот вот гель для умывания с алоей и прополисом. И что вы думаете? Он мне тоже не зашел. Почему? Я не знаю про марку Benton. Не могу вам ничего хорошего рассказать. Гелевая текстура, но для меня отмывание равно нулю. То есть я чувствую свою кожу. И здесь не надо думать о том, что для меня главное помыть, чтобы кожа была такой со скрипом. Нет. Есть ощущение вот чистой кожи после того, как ты умоешься. А есть ощущение какого-то вот налета на ней что ли. Я думаю, что люди, у кого жирная кожа, меня понимают, она достаточно много, ну или склонная к жирности, или комбинированная кожа. Она гораздо такая бывает толстая, гораздо больше загрязняется в течение дня за счет выделения, выделения из кожи. На ее умывание, на ее очищение, на мой взгляд, требуется гораздо больше усилий. И вот такое средство, возможно, оно рассчитано на более кожу сухую, например, потому что оно какое-то супер мягкое и не очищающее. Но мне не мягкость здесь смущает. Меня смущает то, что конкретно мой тип кожи гель очистил очень плохо. Он еще должен и увлажнять, потому что здесь алоэ содержится, но увлажнений я тоже не заметила. Буквально смогла себя заставить несколько раз им воспользоваться, ради того, чтобы думать, ну может это первые впечатления плохие. Нет, это не первые впечатления плохие. Вот каждый раз были негативные впечатления. Вроде здесь и замедление старения должно быть, и подтягивание кожи, и вообще супер-супер классное действие с увлажнением, потому что 80% алоэ веры содержится. Но ничего не сработало. Немножечко отойду от темы лица и покажу вам несколько средств для волос. Впервые мне присылают средства для волос, и это для меня так необычно, корейские средства для волос. Я никогда, к слову сказать, не покупала какие-то корейские средства для волос, и тем интереснее было попробовать. Первым делом вот этот скраб-шампунь от марки NINELESS. На самом деле скраб-шампунь для меня такое достаточно редкое явление. Частички гораздо более мелкие, не такие крупные. Они очень-очень мелкие. Я думаю, что за счет того, что один из главных компонентов это перлип. Жемчужный минерал, который абсорбирует как раз-таки вот этот вот себу, впитывает в себя другие загрязнения с кожи. Как это дело происходит? Ты наносишь, потом оно пенится-пенится, и когда ты смываешь, все вот эти мелкие частички тоже смываются. Дополнительный массаж кожи головы происходит, способствует, ну, например, если вы маску после такого скраб-шампуня будете наносить, то, конечно же, это будет способствовать более глубокому проникновению маски внутрь волос. Также ходят слухи, что это активирует рост волос, потому что вы там свой скальп дополнительно массируете. Я единственное, чего, наверное, не советовала бы супер с этим злоупотреблять и чистить. Для себя я примерно раз в неделю, наверное, такой шампунь-скраб наношу и промываю им волосы. И дополнительного промывания другими какими-то шампунями при этом не требуется. Волосы после него нормальные. То есть, как бы нету такого, что он там типа скрабирует, но делает ваши волосы плохими. Все нормально, очень хорошее средство. Спасибо большое за знакомство с ним. Как бы здесь этой бутылки мне хватит реально надолго с употреблением раз в неделю. И еще от марки Найнлесс в посылке была эссенция для волос, которая является аналогом масла для кончиков волос. Я для себя это так поняла, потому что множество масел в составе содержится. Масло ЖЖБА, масло Органы, масло Камелии и также и керамиды содержится, и миндальное масло. Все это естественно способствует и улучшению структуры ваших волос, и смягчению кончиков, если у кого-то они жесткие. Я думаю много рассказывать, потому что все знают, для чего наносится масло на кончики волос. Если кончики у вас жесткие, посеченные. Мне очень актуально было в Крыму, потому что там вода настолько плохая, что приехав в Москву, я поняла, какие мы счастливые люди. У меня волосы сразу мягкими, шелковистыми стали, и как бы даже без средств они уже хорошие. В Крыму просто волосы как мочалка. Я не знаю, за счет может быть более соленого воздуха. Я не знаю за счет чего. Но каждый раз после мытья головы у меня создавалось ощущение, что мне вот такого масла хочется бутылку на голову вылить. Настолько были жесткие мои супер-супер мягчайшие волосы. Такие средства действительно помогают, но это как бы не панацея. Это просто скорее, я бы сказала, да, дополнительный уход и более такой визуально приятный эффект. Главное с ними не переборщивать, наносить на самые кончики. Потому что если, например, вы переборщите, то будет казаться, что у вас такие волосы как очень-очень жирные сосульки такие свисают, что тоже не очень приятно. Теперь перейду к марке Нарт. И от них тоже несколько средств было, и в том числе средства для волос. Потому что они выпускают средства для волос. Первое средство, которое, к сожалению, мне до сих пор не удалось использовать. Потому что я неоднократно говорила, что какие-то заморочки в виде масок для лица, дополнительно наносимых после шампуня и бальзама, там, например, то, что нужно еще потом смывать, для меня являются чрезвычайно сложными штуками. Потому что, к сожалению, нехватка времени. Вот это тоже смываемая штука, которая называется Нарт Hair Plus Water Treatment. Какой-то водный тритмент. В общем-то, суть его в том, что он тоже наносится и массируется на коже головы и потом смывается. Он способствует дополнительному росту волос. Я не знаю, способствует или нет. По заявлениям производителя, способствует дополнительному росту волос, способствует тому, чтобы волосы были гладкими и шелковистыми. Ну, в общем-то, нанесите на корни и кожу головы, помассируйте и потом смойте. Написано в инструкции. Учает потерю волос и делает волосы мягкими и сияющими. Полезен для кожи головы и для волос. А вот следующее средство, это из этой же серии, но уже на этот раз тоник против выпадения волос, которая несмываемая. Наносится с помощью распылителя на кожу головы и якобы будет вам счастье. Вашим волосам, точнее. Он направлен на укрепление волос и предупреждение их потери. Наверное, для меня тоже очень актуальная тема, потому что, ну, в любом случае, всегда с возрастом случается потеря волос у людей. У меня их не так, чтобы супер сильно много. Поэтому, конечно же, хочется сохранять их. Но я опять совсем мало верю вот в именно такие средства, что они будут настолько эффективны, что у меня прям там заколосятся волосы. Здесь сейчас почитаю вам информацию с сайта. В состав тоника включены активные компоненты, которые оказывают профилактическое действие против выпадения волос. А также есть и гиалуроновая кислота, пантенол, алантаин, которые вот от пересыхания помогают. В общем-то, 5 видов гиалуроновых кислот, 22 вида аминокислот. Также масло камелия органа и черных бобов. Чего только нет в этом тонере, я буду брызгать его, несмотря на не супер приятный запах. Я буду брызгать его такой медицинский, что ли. Буду брызгать на волосы, а дальше уже в пустых баночках расскажу вам, случился со мной какой-то эффект или нет. И следующий от Нарт я покажу. Это идеальная штука, которая должна была мне обязательно прийти до того, как я поеду в отпуск. Я бы ее взяла с собой, потому что здесь есть все, что нужно вам. Обязательно присмотритесь к этому набору, потому что он сделан идеально. Я часто ищу вот эти маленькие баночки, покупаю их в Рифгош, наливаю туда непонятно что. Это где-то теряется, это что-то как-то. И у меня все время эти банки куда-то пропадают. Здесь в составе классные средства с объемом 100 мл, которые однозначно вы пронесете в самолет, как вы понимаете. И спокойно, без всяких, возьмете вручную кладь. Поэтому все сделано удобно именно для вас. Ну, во-первых, здесь есть шампунь, который хороший. Я его проверяла на себе, мыла им голову и мне нравится. Жалко, что они мне не прислали полноразмерную версию шампуня. Также тут есть бальзам для волос, тоже классный. Тоже там пару разочков попробовала и мне этого достаточно бывает. Что для меня классно? Во-первых, подошло для моих жирных волос. Волосы не жирнились сильнее, но при этом волосы были мягкими, хороший был уход за ними. Волосы не висели каким-то чем-то непонятным, потому что некоторые шампуни полностью убирают у меня объем с волос. И мне чуть ли даже не перемывать голову приходится, потому что волосы точнее. Потому что что-то невнятное получается. Здесь было все хорошо. Все средства у меня прям восторг оставили. Также здесь есть гель для душа. Единственное, что я могу вам сказать, что запахи, да, они какие-то не самые супер хорошие. Такие плюс-минус медицинские. Ну, вот что-то с Гималаями, видимо, связанное. Но, в принципе, нормальные, терпимые. Лосьон для тела просто невероятной мягкости. Вы знаете, у меня пересушенная сейчас очень сильно кожа, потому что в один день, в один день всего лишь я сгорела, находясь на юге в Крыму. И у меня уже после возвращения домой очень сильно начала облазить я вся в голени, и ноги, и руки. Все, везде облазят. Но, когда ты наносишь крем, кожа увлажняется. И вот это все смягчается. Вот этого шелушения его не видно. Если вы этого не знали, то попробуйте. И, когда ты наносишь какой-то лосьон для тела, крем для тела, в общем, увлажняешь свою кожу, то на несколько часов шелушение вообще абсолютно пропадает. Здесь мне понравилось классное смягчение, увлажнение, напитывание кожи с помощью этого лосьона. Я бы его даже вот в отдельной версии абсолютно спокойно купила. И последнее, это умывалка. Крутейшая умывалка, очищающие поры мыла, оно называется. Ну, вот это у меня никаких нареканий не вызывает. Просто умыло классно, кожу не пересушило. Чувство чистой кожи. Не, ну, как бы, дальше используешь свой дополнительный уход, но вот этой какой-то супериссушенности ее не случилось. Еще одно средство от марки Пьюн Кан Юль. И эта марка полюбилась мне еще с прошлой рассылки, с прошлой посылки от Style Karin. Для меня она была тоже абсолютно новая. Здесь случилось что-то, мне ее, видимо, в догонку положили. Потому что в описании, как бы, пиара, который мне пришлют, а менеджер, как правило, высылает тебе, что он тебе пришлет, чтобы ты знал, чего ожидать и согласовывал, да, согласился на обзор этих средств. В описании не было, а потом в догонку пришло. Ну, называется это все дело Muster Ampules. Марка, еще раз скажу, Пьюн Кан Юль. Сложная для произносения, сложная для написания, но очень крутая марка. У меня была целая линейка. Это тонер, крем и тоже какие-то ампулы. Но мне кажется, у меня была какая-то эссенция, которая белого цвета. Она до сих пор еще есть, ее там совсем чуть-чуть осталось. А здесь уже эта штука, которая такая, как прозрачненькая водичка. Очень-очень большой объем, но да, здесь немножко другая текстура. Она увлажняющая, классная. Кто-то говорил, базовая подойдет только для кожи такой стандартной, нормальной, которой больше ничего не надо. Моей жирной коже идеально подходили эти средства. И здесь запаха нет никакого, а средство само не липкое плюс-минус. И посмотрим, да, посмотрим, как оно будет действовать. То все мне очень нравилось. А я перепутала, думала, что мне одно и то же прислали с тем, что у меня есть. А здесь, оказывается, это прозрачненькая водичка. Я сейчас только разглядела. И оно создано для того, чтобы сохранять влагу в вашем лице, чтобы увлажнять дополнительно. Ну, не только увлажнять, но и влагу сохранять. И также делать кожу гладкой, красивой. В общем-то, и объемчик здесь хороший, целых 100 мл. Ну что, теперь я перехожу к двум брендам, которые просто оставили невероятно крутое впечатление. Первое, это бренд, который называется Axis Y. Вот эта умывалка, заскриньте ее себе, занесите куда угодно. Это умывалка, которой я умываюсь вот уже с тех пор, как я ее получила. Во-первых, суперэкономичный расход, но она просто невероятная. Это умывание, которое равняется... Ты умываешься, она идеально очищает, но при этом кожа после нее увлажненная, ухоженная и смягченная. Здесь содержится киноа. Первый раз для меня средство с экстрактом или составом киноа я использую. Как и заявляет производитель, что она деликатна, но эффективна. Это действительно настолько деликатное средство для очищения. Самое деликатное в моей жизни и самое приятное. Обычно корейские средства, они признаны, так скажем, очищающими до скрипа. Они такими супер-супер очищающими. Но здесь настолько мягкое очищение, но при этом это действительно работает. Средство имеет нейтральный PH 5,5. То есть, все здесь продумано для того, чтобы супер какая-то нежная, чувствительная кожа не пострадала. Здесь также есть и цинтелла азиатская, и календула, и зеленый чай, и экстракт сладкого миндаля, хмеля, и экстракт киноа. Я прочитаю для вас, что такое экстракт киноа. Он завоевал статус супер-фуда. Ну, естественно, мы все знаем киноа. И известен как золотой зерно. В составе содержит впечатляющее количество витаминов и микроэлементов. Минералы, фосфор, кальций, витамины А, В и другие. Аминокислоты и белки. Такой богатый состав помогает оказывать питательное и увлажняющее действие. Мягко осветляет кожу, борется с лишней пигментацией, антиоксидантное действие и стимулирует процесс регенерации кожи. Киноа просто какой-то замечательный. Я, кстати, очень люблю само это зерно или как его назвать. В общем-то, я очень люблю киноа и в салатах очень сильно люблю его употреблять. А вот эта умывалка, вы к ней присмотритесь. От марки Аксис тоже мягкая, гелевая, смываемая маска с очень богатым составом. Мне маска понравилась. Она такое оказывает ухаживающее, увлажняющее действие. То есть, что-то типа релакса. Это не такая маска, как гелевая, что ты четко знаешь, что ты ее нанес. И вот ты борешься со своими порами и со всем остальным. Здесь больше для релакса. Но после нее кожа очень мягкая, очень ухоженная, очень красивая дополнительно. Поэтому маску тоже могу от всей души вам рекомендовать. Вообще все средства от марки Аксис мне очень и очень понравились. Здесь есть, кстати, активный запах, чего нет во всех других средствах этой марки. Очищающий тонер. То есть, здесь у меня была практически полная линейка. Я могла испробовать это от и до. Потому что у меня был тонер, у меня были сыворотки, у меня была умывалка, у меня была маска. Единственное, мне не хватило крема. Реально, то, чего мне не хватило, это крем. Еще и, наверное, от него бы я еще больше восторг пришла, чтобы полностью завершающую всю линейку использовать. Итак, тонер тоже классный. Он тоже очень-очень мягкий. То есть, вот такая история, когда я люблю корейские тонеры за то, что они, здесь он такой жиденький, а некоторые бывают более густые. За то, что уже тонер является таким напитывающим. За то, что тонер уже сам по себе очень хорошо питает, увлажняет твою кожу, подготавливает к дальнейшему уходу. Но некоторые даже вот тонер уже нанес, и ты уже чувствуешь, что он начал работать. Здесь в составе множество опять полезных компонентов. Центелла, регенерация кожи, процессы заживления. Очень хорошо помогает, в принципе, бороться с какими-то высыпаниями. То есть, оказывает успокаивающее действие. Также есть чайное дерево. Кстати, будьте аккуратны, кому оно закупоривает поры. У некоторых это случается, но она тоже успокаивает, устраняет воспалительные процессы. У меня даже была отдельная бутылочка с маслом чайного дерева. И когда ты наносил на мелкие прыщички, то они гораздо быстрее заживали, оно так и сушивало. Но очень, в общем-то, богатый состав у этого тонера. Опять тут и цветки лотоса, и кислоты есть. Тут есть биичей, кислоты, которые, конечно же, хороши в виде салициловой кислоты для склонной к жирности кожи. Поэтому, видимо, моя кожа так идеально восприняла вот эту всю линейку. Потому что каждое средство содержит множество полезных именно для меня веществ. Конечно же, центелла азиатская тоже присутствует. Я думаю, что сейчас вообще в большинство корейских средств, а даже и не корейских средств, стараются добавлять центеллу азиатскую. Следующее средство для меня сверхинтересное, потому что это борьба с пигментацией кожи. Это средство, которое признано бороться с пигментацией кожи. Сыворотка именно. Идеальную кожу я уже себе не сделаю. Если пигментация есть, то она есть. Но, в принципе, выравнивать тон лица получается к, так скажем, концу зимы, к весне. У меня все равно гораздо меньше пигментации на лице за счет того, что я использую кислоты. Я использую там вот все вот эти вещества в составе, которые осветляют тон лица. Витамин С в том числе я очень люблю в составах. Он тоже выравнивает тон кожи. Но что поделать? Это извечный, как белка в колесе крутишься. Здесь 5% неоцинамида. То есть, это означает, что неоцинамид тоже борется. И хотя вот в чистом виде сыворотка с неоцинамидом от какой-то другой марки, я точно не помню. И Нисфри, по-моему, это была. Мне не понравилось. Вот эта сыворотка мне нравится. Прозрачная гелевая текстура. Такая консистенция. Очень-очень мягенькая. Очень при этом хорошо увлажняет. Так успокаивает как-то кожу. Хорошо на нее воздействует. Запах такой слегка-слегка какой-то совсем присутствует. Что тут еще есть в составе? Сквален, который борется со свободными радикалами. Ради бога, объясните мне, что это за зверь такой. Экстракт папайи работает на восстановление тона кожи. Экстракт облепихи осветляет, сокращает. То есть, тут собрали все то, что может осветлить кожу. Также есть экстракт отрубей, который тоже обладает осветляющими свойствами. Опять богатый состав. Тут, к сожалению, мою цинтеллу азиатскую любимую не вложили. Но все-все-все вещества, которые они сюда вложили в состав, по их заявлениям борются именно с пигментацией. Борются на выравнивание тона лица. Еще одна сыворотка, которая мне тоже очень понравилась, которая называется Skin Barrier Ampoule. Ампула, сыворотка для меня примерно одно и то же. Если вы знаете, в чем разница, пожалуйста, объясните. Потому что для меня, что то такая гелевая текстура, что это гелевая текстура. Примерно плюс-минус не понимаю, в чем разница ампулы и сыворотки. Здесь гораздо более-более увлажняющая такая консистенция. Я вот прям чувствую, когда я ее наношу, что она хорошо напитывает кожу. Мне действительно нравится от нее эффект. И здесь, конечно же, содержится алоэ, поэтому она увлажняет. Также содержится цинтелла азиатская, привычное нам масло чайного дерева. В целом во всей этой линейке примерно одинаковые вещества содержатся. И вот у меня три средства. Это умывалка, тонер и ампулы. Именно из одной этой линейки. И что еще тут интересно, что вот эта косметика является веганской. Или веганской, как правильно говорить, я уж не знаю. Но если вы противник всего животного происхождения. И хотите именно веганскую себе косметику. То можете тоже присмотреться к этой линейке. Для меня абсолютно не принципиально. Но вот именно это не тестируется на животных. Не содержит вредных химических компонентов. Еще одна штука, которая не была указана в рассылке, но тоже мне была добавлена. Это крем с морскими водорослями от бренда Хеймиш. Очень-очень понравился этот крем. На самом деле я уже думала, что я не люблю и никогда не полюблю такие густые текстуры кремов. Что они мне не нравятся и не подходят. Потому что они тяжелые. Мне прям тяжело так ложатся, не впитываются и так далее, и так далее. Вот этот крем крутой, идеальный, классный. Здесь в составе 51% морской воды. И на самом деле к нему еще такая штучка прилагается, которой можно массаж выполнять вокруг глаз. У меня уже есть такой металлический роллер именно для глаз. И я не могу сказать, что он какой-то супер эффект производит. Но если, например, его держать в холодильнике и утром проводить по зоной под глазами, которая у меня всегда отечная, супер отечная зона, то это помогает бороться с отеками. В составе еще масло макадамии и ши, которые питают и смягчают, и водоросли, и пептиды. Крем предназначен для увлажнения, для борьбы с морщинками, повышения эластичности и осветлению тона. Все то, что нужно из всех кремов для кожи вокруг глаз, которые мне прислали, вот этот мне понравился более всего. Я не знаю, как это чудодейственно работает. Он очень экономный. Здесь опять 30 мл. И я невероятно долго буду им пользоваться, потому что еще и другие какие-то есть. В общем, у меня уже магнитофон импортный 5 штук и даже больше скопилось. Но этот крутой. По воздействию понравился. Кожа прям чувствовалась такая напитанная. Я думаю, что еще при более долгосрочном воздействии на мою кожу, век, это будет очень хорошее влияние. Ну что, переходим к следующему бренду. Это уже последний завершающий бренд. Я надеюсь, вы еще живы и не сошли с ума от того количества косметики, которую я вам показываю. Это Центеллиан 24. Всем понятно сразу, если Центеллиан, значит Центелла азиатская содержится в составе. Мне прислали вот такой набор, состоящий из 10 тканевых масок. Я не супер фанат тканевых масок. Во-первых, потому что у меня не всегда на них хватает времени. Во-вторых, потому что каждая из масок содержится в отдельной упаковке. Это супер сильное загрязнение окружающей среды. И в принципе, и в-третьих, потому что мне как-то проще вот этот уход свой сконцентрировать утром. И потом в течение дня я как-то тут... У кого-то было такое интересное... Такой интересный плакат выставлен в сториз. Какое время дня наиболее для чего подходит? Типа утром. Ну, это не то, что утром там типа в 4 часа дня наиболее подходящее время для нанесения маски на лицо. И я понимаю, что вот эти плакаты их для кого составляют? Для тех женщин, которые явно не работают, не имеют там детей, потому что они весь день посвящают себе и ловят время, когда им выгоднее чай попить, когда им удобнее и луны сошлись в том, чтобы им маску на себя намазать, а когда им позаниматься йогой. И как бы весь день, видимо, посвящен бывает поиску этого идеального времени. У меня, к сожалению, не так. И вот на такие маски как-то в течение дня времени не находятся. Но маски при этом хорошие, хорошо напитанные самим продуктом. Этим отличаются корейские маски. Я знаю, что есть такие маски, которые ты покупаешь, а внутри влаги очень мало. Здесь ее много, достаточно. Она такая жирненькая сама по себе. Очень-очень содержательная. В принципе, тоже нацелена на то, чтобы выравнивать тон кожи, сияние ей придавать и все такое прочее. Если вы любите, то можете присмотреться. Маски очень даже неплохие. Ну, начну с тонера. Это именно вся линейка у меня, которая называется Мадека. Понятно, Центеллен 24, Мадека, Мадекасосец. То есть, все из одной линейки. Здесь у меня гипоаллергенный легкий тонер. И тонер просто замечательный. Он густой, как я люблю. Бутылочка несколько неправильная, видимо, придумана была имя. Потому что он с трудом оттуда выливается. Но он густой. Он сразу питательный. Такой питающий, как я люблю. В нем содержатся, естественно, и экстракты масла Центеллы Азиатской. Потому что это Центеллен 24. Также содержится экстракт листьев Бергамота, гидролат листьев Шалфея, комплекс Тека. Тека это тигровый экстракт Центеллы Азиатской, который заключает в себе высококонцентрированные компоненты Центеллы в идеальной пропорции. Там у них какая-то фишечка есть. Насчет этого можете почитать непосредственно на сайте. Ссылки на все продукты внизу под видео, как я сказала. И эта линейка тоже замечательная. Вот прям недели полторы я ее использую. И мне нравится состояние кожи. То, что происходит с кожей и от предыдущей марки Аксис Вай, и от вот этой марки Центеллен 24. Просто замечательное состояние кожи. Она напитанная, она не пересушенная, она не пережирненная. Излишний себум не выделяется, что означает действительно, что и пересушивания нет. Но в то же время как бы и какого-то чрезмерного содержания там масел или чего-то еще для закупорки пор нет. Потому что у меня кожа, так скажем, может быть склонной к комедонам. И я сталкивалась с этим, что может просто беда происходить. Дальше очень жалко было, что у меня не было сыворотки никакой. Но крем мне очень понравился. Вот действительно быстро впитывающийся. Такой достаточно легкий, но при этом питательный, хороший. После вот этой съемки эта рука будет просто невероятно отличаться. Она уже отличается по своему виду от левой руки. И да, он легкий такой в прозрачный превращается. И мне нравится тоже, что никакой ни жирности, ни пленки на лице не оставляет. Я люблю такие средства, которые, не знаю, дополнительной маской ты на себе не ощущаешь. То есть ты нанес там 5-10 минут и все, у тебя с лицом уже все красиво, все хорошо. Оно хорошее, ухоженное, но при этом не какое-то супер жирное. И что у него здесь в составе? Тот же самый комплекс Тека с тигрованным экстрактом Центеллы Азиатской. Также есть масло Центеллы Азиатской и коллаген водорастворимый, керамиды, эластин. И он предназначен для комплексного ухода за чувствительной кожей. Мне тоже кажется, что для чувствительной кожи нормально подойдет. Потому что вот все, где вы найдете Центеллу Азиатской, в принципе нормально будет для чувствительной кожи. Ну, также еще этот крем нацелен на восстановление упругости кожи. Такой несколько антивозрастной эффект. Еще раз повторюсь, по своим действиям все с ним было шикарно. И вот такой восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз. Похожий очень сильно на аптечную упаковку, потому что она вот из этого металла аптечного, как мази, знаете, мазь Вишневского там и все остальное сделана. И также она вскрывалась с помощью вот этой штучки в крышке, содержащейся. Я, кстати, не совсем в раннем возрасте узнала, что так вскрываются эти кремы. Итак, крем хороший, нормальный, базовый. Я не сказала бы творящие чудеса. Но, в общем-то, наверное, творящих чудеса кремов не существует. Это все, как я уже повторюсь, другие процедуры. Хорошо впитывается, не утяжеляет мне саму процедуру ухода. Я имею в виду, что какой-то не супер он такой пережирненный и перенасыщенный. И хорош, в принципе, нормальный. Здесь тоже есть морской коллаген, который добывают из рыбьей кожи. Это вид коллагена, который имеет лучшую проникающую способность. И этот тип коллагена более всего близок к коллагену человека по структуре. Вот такая история. Здесь тоже тигрированный экстракт цинтеллы азиатской. В особой пропорции, в идеальной. Видимо, это фишечка этой марки. Я закончила свой обзор. Я надеюсь, вы выдержали, вытерпели. И я надеюсь, что я все-таки смонтировала это видео так, что оно не разделено на две части. Потому что средств очень много. Было прислано на обзор. Все я их попробовала и хотелось поделиться с вами отзывами. Чтобы вы выбрали для себя именно те самые лучшие, самые классные, самые полезные. Которые подойдут именно вам. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Ваши пальчики вверх и ваши комментарии очень помогут мне в продвижении моего канала. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока. И встретимся совсем скоро. Пока-пока. Продолжение следует...